Кто смеется над контрнаступлением, ребята, приезжайте в Донецк, вам будет не смешно. Очень хорошо над ним смеяться, сидя где-нибудь там на уютном диване, подальше от линии фронта. А нам здесь не смешно просто ни разу. У меня, кстати, такой вопрос, на который я не нашел ответ у правоохранительных органов. Гражданка Монтян, гражданка Украины, оскорблявшая президента Российской Федерации, каким образом оказалась на территории Российской Федерации? Кто ее привез? Какая управа? Какая спецслужба? Кто обеспечил ей безбедное нахождение в России? И кто позволяет ей в нарушении действующего российского законодательства заниматься здесь политической деятельностью? В Донецке безумные оцены, ты сам это видел. С тех времен ничего не изменилось. Стало только хуже, потому что рубль дешевеет, инфляция. Ну и как бы вот, оцены ты видел, можешь сам сравнить с московскими. Раза в полтора больше, стабильно. Почему никто не задает вопрос? После многочисленных мешных штурмов пехоты-то толком и не осталось. Со связью те же самые проблемы. 15 месяцев войны со связью примерно как-никак. Нет, я просто реально не нахожу ответ на этот вопрос. Если волонтеры военным закупают шансовый инструмент, там лопаты, отбойники и все такое, а в это время копают техникой тяжелой вместо окопов, перекладывают бордюры по центре Донецка, ну о чем тут можно говорить? Поэтому, ну как бы, особого оптимизма никто не питает. Ну, я понимаю, я понимаю. Вот, кстати, ребят, найдите, пожалуйста, там, где очень смешно, как Гарик Харламов, очень смешно пошутил о том, что есть у нас план. Вот, это реально ужасно смешно. Прямо на хихи пробивает так, что думаешь, ну это же какое счастье. Ужасно смешно. Давайте вместе послушаем, посмеемся. Исчезнет в KFC, мы будем жарить ласточек. Все ваши санкции мы сможем заместить. Зато у вас теперь есть солнце вместо лампочек. На нем вы будете и жарить, и варить. А вы тысячу раз не слушали нас, Просто заплатили бы рублями за газ. А еще скоро наступит зима. Салют, Литва. Стой, стой! Это же так здорово все. Вот это. А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят москвичей. Для москвичей. И россиянам въезд закрыть в сто двадцать стран. В сто тридцать стран уже скажите нам. У вас же есть какой-то план. Скажите, есть какой-то план. Талантливый. Ужасно смешной. Ужасно здорово. А такой простой вопрос. Гарик, а ты кого спрашиваешь? Я понимаю, что для тебя важно, сколько доллар стоит. Это для любого человека, наверное, важно, потому что влияет. Только, Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Нет, я не хочу быть смертельно серьезным. Вы вообще, ребята, работающие на замечательном канале, у вас все хорошо. Вы вообще знаете, что в стране происходит? И вот это обращение. Скажите вам, есть ли какой-то план. Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригады на фронт, чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит. Вот спойте эту песню пацанам на фронте. О чем мы говорим? Это что вообще? Тысячелетняя цивилизация не может никак понять, что ебаные должны как-то все жить. У нас такая короткая жизнь. Короткая. Где ты можешь творить. Ты можешь делать все, что хочешь во благо. И не надо сходить с ума. Всем привет, с вами Анастасия Кадетова. Обсудим все, что сегодня произошло. Путин встретился с Кадыровым. И это было максимально унизительно. Но не для главы Чечни. Друг Путина предложил старый новый способ напугать Запад. А в аэропортах по всей стране сегодня произошел сбой в работе систем регистрации на рейсы. Все из-за хакерской атаки. Об этих и других новостях поговорим прямо сейчас. Владимир Путин сегодня встретился с вполне себе здравствующим Кадыровым. И нет, никакого серьезного разговора о том, что его сын избил заключенного, не было. Ну или нам о нем не рассказали. Зато Кадыров доложил о своих достижениях. Но почему-то не в Чечне, а в столице России. Он договорился с Путиным о строительстве новой мечети в Южном Бутово на улице Ахмата Кадырова. А в Чечне, по его мнению, полный порядок. Так что есть время заняться другими регионами России. Ну или поговорить про войну. Да, стоило, конечно, добавить субтитры. Вообще, Путину совсем не льстит то, как он спускает все с рук семье Кадыровых. Я бы даже сказала, присмыкается перед ними. Вот даже встречу провел, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что Рамзаном недовольны или с ним что-то случилось. Но унижает Путина не только он, но и его сын, 15-летка-садист. Вот он пишет в соцсетях, можешь меня ненавидеть, но все равно будешь мило улыбаться. И стоит признать, так и есть. Если даже целый президент заглядывает в рот своему губернатору и его детям, то что уж говорить об остальных. К другим новостям. Издание агентства обнаружило, что самолет Минобороны совершил странный рейс в столицу Северной Кореи Пхеньян. А странный он потому, что нигде не анонсировался. Самолет вылетел в Пхеньян 25 сентября, а вернулся в Москву двумя днями позже, 27 сентября. В последнее время Ким и Путин явно сблизились. Таких визитов туда и обратно было уже несколько за последний месяц. Скорее всего, они обсуждали, прошу прощения, закупку вооружения из Северной Кореи. Также есть основания считать, что она, то есть Северная Корея, ожидает поставки технологий для ядерного оружия. Хакеры атаковали систему регистрации на рейсы авиакомпании Аэрофлот, Россия, Победа и других. В Москве из-за этого задержали около 20 рейсов. А вот видео из аэропорта Пулково. На нем видно большие очереди. К слову, эту самую систему Ростех вовсю рекламировал, как замену западным аналогам. И лично Путину Чемизов отчитывался о ее великолепной работе. Беженцев из Мариуполя готовятся выселять из гостиницы в Псковской области. Об этом рассказал местный депутат от Яблока. В гостинице «Дружба» был пункт временного размещения. О том, что он больше работать не будет, людей известили через объявление. Предложили переехать в другой пункт в двух часах езды, найти жилье самим или вернуться назад в разрушенный Мариуполь. Жителям Кумтар-Калинского района Дагестана может грозить рак крови. А все потому, что рядом с их домами строят мусорный полигон. Тревогу бьют ученые-медики. Они говорят, что одно из сел, новая Урада, уже страдает от пыли с полигона. И заявляют, что исполнители проекта плевали на здоровье людей. Просто набьют карманы и исчезнут. И, скорее всего, они правы. Что ни день, то ядерные угрозы от Путина и кого-то из его окружения. Обычно за этот жанр отвечает Дмитрий Медведев. Но сегодня была очередь Михаила Ковальчука. Это брат главы Банка России Юрия Ковальчука, близкого друга Путина. Он возглавляет Курчатовский институт. И предлагает повторить испытания ядерной бомбы на Новой Земле. Не науки ради, а чтобы напугать Запад, конечно же. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...